Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Муж запрещает общаться с мамой, видеться с ней, помогать мне с ребенком. Запрещает ей видеться со своим внуком. Мама не алкоголик и не наркоманка, просто у них не сложились отношения. Что мне делать? Мне очень нужна мама в моей жизни. Ее помощи, просто больно, что время идет, она не видит внука, как он растет и меняется. Смотрите. А парадоксальным образом, именно из-за того, что вам нужна мама в вашей жизни, как вы сказали, у вашего мужа, ну вот, получилось вам запретить, вот, получилось вам запретить, да, с ней видеться, с ней взаимодействовать, вот. Ну вот, просто так вышло. Почему? На мой взгляд, из-за некоторой такой неуверенности в себе, в вашей жизни. Вот. Из-за базового такого недоверия в себе, вот. Ну и еще из-за каких-то, может быть, сомнений в себе, которые у вас также в наличии. Ну вот. Понимаете? Одно дело, хотеть знакомить маму с тем, как, ну вот, как вы говорите, мама растет и меняется. И совсем другое, совсем, совсем другое, когда вы говорите, что мне нужна мама в моей жизни. Вот. Предполагаю, что, ну, без нее вам чего-то не хватает. А это разные вещи, на самом деле. Вот. И нужно это различать. Именно по причине того, что вы транслируете вот эту неуверенность в себе и именно по причине того, что вы транслируете вот эту неуверенность в себе. И именно по причине того, что ваш муж это чувствует, данная ситуация возникла. Лично я думаю, что никто не может вам что-либо запретить и никто не имеет права вам что-либо запрещать. Если у нас появляется такой феномен, да, как запрет, то мы говорим о детской позиции, позиции того, кому запрещают и о родительской позиции того, кто запрещает. И именно такие отношения вы устраиваете, судя по всему, с молодым человеком, вот с мужем своей. Опять же, а почему, из-за чего так? Ответ прост. Потому что у вас точно такие же, скорее всего, отношения с мамой. Ваши привязки, привязки к ней и так далее. Косвенно на это указывают. Вот. Знаете, то есть не самостоятельность ваша. Это, повторюсь, не имеет никакого отношения к тому, чтобы знакомить маму с внуком, да. Ну, давать ей возможность проводить с ним время и так далее. Вот. Никаким образом это не связано между собой. Но, понимаете, то, что, ну, условно, да, то, что вы могли, могли бы ознакомить свою маму с внуком, да, вот. Это же процесс, приходящий из избытка. То есть, ну, вы находитесь в избытке. Вы хотите вот своей маме, да, ну, что-то дать, да. Вы хотите своей маме, значит, ну, поделиться чем-то, вот. И это избыток. А, когда вы говорите, что, межею папула, да, это депутат. Да, совсем не одно это вообще. Думаю, вот. Сначала вам нужно, вот, перестать, да, мешать, мешать, вот. Все это, да, одну кучу. Ну, и все-таки, ну, разграничивать это. Если вы сами для себя, будете это разграничивать и будете видеть, ну, в разных проявлениях. Своих. Разных. Разных. Интенции. Направленности. Вот. То, во-первых, вы сможете работать со своим дефицитом. Вы сможете занимать более взрослую, зрелую позицию, вот. Ну, по отношению, допустим, к молодому человеку, да. Вот. Потому что запрещать, запрещать вам молодой человек, ну, молодой человек что-либо не может, не может, в принципе. И вам будет легче, конечно, взаимодействовать с мамой своей. Ну, вот. Ну, потому что, опять же, вы будете с ней на раме. Вот. Вот. Поэтому, ситуация здесь складывается так, что вам запретили, потому что вы позволили себе запретить. Вы позволили. А почему позволили? Как так вышло? Что позволили? Это большой, большой вопрос. И вот на это, в первую очередь, нужно обратить внимание. Совершенно очевидно, да, я надеюсь, понятно, что с молодым, с мужчиной, с мылом, у вас отношения, ну, не здоровы. Вот. Но научились вы этим отношениям где? В своей семье. В родительской семье. И если вы склонны быть ведомой, то я не удивлен, почему молодой человек, то есть ваш муж, простите, значит, запрещает видеть сразу маме. Потому что маме он видит конкурента. За право вами повелевать. Вот. Именно поэтому у них отношения не сложилось. Потому что они слишком похожи. Похожи. Походы. Вот. Попробуйте для себя увидеть, чем ваш муж обосновывает насчет, ну, факт того, чтобы вы не видели с нами. Потом попробуйте прислушаться к себе, какая у вас реакция на это. Ну, то есть, вот, буквально, как вы реагируете на то, что говорит муж. Вот. И попробуйте для себя посмотреть, как бы вы могли выразить вот эти чувства. Да? Вот. Ну, я имею ввиду, которые, которые у вас есть. Вот. Это было бы самым лучшим, что вы могли бы сделать для себя в этой ситуации. Вот. И прислушиваясь к себе, да, прислушиваясь к твоей реакции, вы сможете вытравить. Такую позицию, чтобы никто ничего вам не запрещал. Вот. Ну, а, значит, путь к этому, да, это навык, выработка навыка. Вот. Соответственно, это психотерапия, индивидуальная работа. Выбирается психолога, начинаем начинать ее. С самооценкой поработаем со страхами. Вот. С личными границами. Ну, в общем. Ну, в общем. В общем. Эм. То, что вот у вас сейчас несколько хромает, да? Ну, вот так, я опекаю вот. И, что там. Такой момент. Эм. Ну, там все, все, а все. Я надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. Буду вам благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Вот. Позволит вам сформулировать для себя направление для психотерапии. Вот. И еще один очень важный момент заключается в том, что общего между вами и вашему, то есть, ну, на каких основаниях, да? Вот. Вы. Вы. Выстраивайте. Выстраивайте. По своим взаимодействиям. Со. Мужин. Вот. Вот. Такая вот. Здорово. Всего самого доброго. Вам. Удачи. Боже. Удачи.